добрый вечер дорогие друзья как ваши дела как ваше настроение чем занимались выходные примерно представляю чем занимались вчера скорее всего сначала было долгое томительное ожидание супер кубка а потом долгое бурное празднование плюс чат если угадал так давненько с вами не виделись я уже забыл в очередной раз забыл как это стримить что какие кнопки надо нажимать наверно сначала нужно нужно убрать обложку и показать свое лицо здрасте здравствуйте 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 давно не виделись действительно последние у нас стримы выходили по поиску футболистов не все на них приходили и наверное судя потому что локомотив так никого не собирается покупать наверное вся работа была проведена зря но мы не унываем продолжаем следить за нашими футболистами из списка селекционера а по игре и по всему межсезонью мы вообще не говорили потому что собственно как начался сбор так мы и никаких стримов не проводили только следили за нашими замечательными футболистами в чатике общались смотрели благо все три товарищеских матча нам показали но собственно прошел супер кубок ну и теперь уже самое время непосредственно поговорить о том что же мы увидели вчера блестящая победа 3 2 над зенитом хотя и не без валидола и пришлось нам сильно понервничать ну и в целом по тому что произошло за этот июнь за начало июля событий было довольно много есть что обсудить есть о чем подумать ну собственно именно ради этого мы с вами здесь собираемся именно ради давайте мы как обычно как обычно поприветствуем всех кто дошел добрался до стрима сегодня у меня достаточно длинный список 62 человека не все конечно зарегистрировались и спешу обрадовать 28 кажется июля спадает с меня этот страйк на ю тубе из я надеюсь что мне вернут возможность стримить в том числе на ю тубе и вы сможете получать контент там где вы привыкли его получать на может нет астраханец 444 алексей киселев была клавиц бланар 2007 без ртп тзц это наша евгений мехнёв фан 9292 фарфан чук флоп фломастер frosty one foodie 88 игорь денисов с 27 киндзоки 939 караген кристофер ламберт ла 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 о е лайф руинер лион 04 девятки масяйский мих федотов мохнатик портсмут рейлой бой 88 роберт 13 илов 789 сергей петров дм снегар 47 стейси тизио тейбер септим тейд василь 23 рус и все остальные кто кто смотрит не зарегистрировавших всех вас люблю целую и рад что есть у нас такая возможность с вами пообщаться вижу что вы уже задаете очень много вопросов но я думаю что сейчас будет довольно длительная часть монолога и обзора того что происходило я не выписывал себе темы придется как обычно все из головы брать наверняка кучу все позабываю но самые важные темы конечно мы с вами обсудим и часть этих тем я уже затронул в своем видео которое было и не часто я выпускаю видео но тут уж не знаю не не смог сдержаться и как-то нужно было эту ситуацию вскрывать я вижу что очень многие люди из числа достаточно если меня сложно считать таким поклонником локомотива который ходит на стадионы и как с мнением которого действительно стоит считаться то есть болельщики которые действительно занимают достаточно высокое место в иерархии болельщиков локомотива и у которых как оказалось примерно те же самые мысли и вчерашний бойкот юнайтед саус когда до 35 минуты и не было никакого никакой активной поддержки это тоже соответственно достаточно явный показатель что что-то произошло не то и хотя конфликта никто не хочет и возвращение во времена ульги юрьевны никто не хочет но нельзя просто так забивать на болельщиков и одно дело команда которая замечательно играет который выигрывает и который нет вообще никаких претензий да ни к тренерскому штабу ни к команде они все замечательные ребята огромный огромнейшие молодцы которые дарят нам огромнейшую радость но есть и работа клуба которая ну мягко говоря вызывает большие вопросы ну давайте собственно по порядку с начала июня когда команда вышла в отпуск да там даже конец мая начало июня многие люди ждали открытие абонементной программы и второй год подряд открытие абонементной программы затянулось примерно на месяц в прошлом году после чемпионства она затянулась на два месяца и ну практически на два месяца да я считал что вот от момента 5 мая когда локомотив выиграл золотые медали де-факто когда я забил свой мяч до момента когда лично я мог купить абонемент прошло чуть больше двух месяцев потому что 5 мая а открытие продаж для тех у кого нету нету старого аби как где-то было 5 июля два месяца это овер много в этом году всего месяц прошел и да там если мы 20 какого-то там 3 июля выиграли ой 23 мая выиграли кубок то где-то вот 23 июня открылась продажа абонементов и это конечно поменьше чем два месяца но тем не менее не могу не понять не принять никакие доводы относительно такой затяжки по открыванию абонементной программы тем более что никакой даже информации не было о том что она в принципе собирается открываться как мы шутили в чате что возможно в этом году не будет абонементов решили все по билетам продавать да было интервью в атаково в котором была попытка объяснения и к интервью фатахово мы наверное еще будем не раз возвращаться что это была попытка именно создать какой-то ажиотаж но так ажиотаж не создают посмотрите как они же сами продавали форму это огромное количество постов заранее какие-то тизеры маленьких кусочков формы постоянно какие-то завлекушки заманушки и в итоге когда в итоге все-таки форму представили есть и большое количество предзаказов достаточно дорогой вещей и огромное количество позитивных откликов на все это вот так вот ажиотаж создается а когда вы просто месяц не говорите ничего про абонементную программу но это не создает не создает ажиотаж это только заставляет сильно испытывать сильно негативные чувства в отношении клуба который такое ощущение что про болельщиков просто забывает в тот же самый июнь мы покупаем двух игроков это дима живоглядов и серкей рамурила по обоим кандидатурам у меня вот на данный момент уже нету вопросов но когда я покупали к сожалению эти самые вопросы были потому что живоглядова покупали на фоне каких-то долгих затяжных переговоров с владом игнатьевым и снова клуб ничего не говорит о том что будет продлеваться контракт не будет продлеваться контракт есть интервью игнатьева в котором он говорит что он сам не знает будет ли продлен контракт клуб молчит в июне ни кикнадзе ни мечеряков ни кто-либо с нами толком не общался не не успокаивал да просто болельщикам немного надо да они с удовольствием примут любую благо желательную информацию скажет кикнадзе что все отлично все будет продлено все будет хорошо и болельщики этому поверят и все будут потом только агриться на все эти телеграм-каналы которые кучу слухов распространяли на Егорова с его спорт экспрессом на все подряд достаточно просто вкинуть какую-то информацию да там взять дать просто интервью как это сделает сейчас мечеряков абсолютно простейшие интервью в которых он говорит о том что локомотив не дойная корова что не верьте слухам что все будет хорошо вот то же самое но месяц назад и все было бы отлично к сожалению июнь в этом плане оказался достаточно провальным и если говорить про дмитрия живоглядова мне кажется что это футболист ну в достаточной степени на вырос да когда к нам Игнатьев свое время приходил примерно в том же самом возрасте это конечно был игрок далекий от того уровня который он демонстрирует сейчас и живоглядов где-то через там год-два наверняка на этот самый уровень тоже может выйти но когда мы находились в ситуации что Игнатьева нету и неизвестно когда он вообще появится живоглядов наш единственный правый защитник с паспортом это казалось ослаблением небольшим ослаблением позиции хотелось усиляться локомотив должен усиляться это достаточно очевидно потому что прошлый сезон мы проводили на жилах и лига чемпионов в достаточной степени расставила по своим местам многое локомотиву нужно было усиление но вот по состоянию там условно на 1 июля казалось то что локомотив скорее ослабился потому что у нас ушли Игорь Денисов который как ни крути был достаточно серьезной боевой единицей в подвешенном состоянии находился Влад Игнатьев которого я считаю вторым сильнейшим правым защитником чемпионата плюс еще постоянные эти слухи про Гильерме которые тоже никакого оптимизма не внушали потому что Гильерме это абсолютно номер один сейчас среди всех вратарей РПЛ и ну вот вчера я думаю что многие убедились что ну нету просто в лиге никого равного Гиле и нужно держать этого вратаря двумя руками пока он может играть в футбол пока он показывает свой уровень он его отлично показывает последние два года проводит 30 плюс матчей никаких травм и уровень показывает действительно запредельный на этом фоне да мы приобретаем Дмитрия Живоглядова и Сергей Рамурилу по Мурилу еще и дополнительно все это снабжает конфликтом который же сами в прессе фактически и создают то есть это уже даже не вбросы телеграм-канала это интервью Семина в котором он говорит что он понятия не имеет кто такой Сергей Рамурилу на какой позиции играет зачем его купили и что он скорее всего будет в казанке играть на мой взгляд да то есть в нормальном клубе такого не должно происходить по факту по факту Мурилу банально просто уехал в Бразилию сделал там все свои дела и в понедельник после того как ну как все приехали все сборники тогда же на сборе появился и Мурилу в этом нету вообще ничего плохого но зачем и кто контролирует в этот момент прессу кто контролирует переговоры Палыча с этой самой прессой и почему все это нужно было вываливать в паблик именно в день старта продаж это ну огромнейший вопрос и почему нельзя было перенести день старта продаж с этой даты на любую другую когда выяснилось то что вот сейчас идет некая буча в прессе тоже огромнейший вопрос в итоге впечатления оказались очень смазанные после того как анонсировали старт продаж абонементов оказалось что еще и цены подняли достаточно сильно на центральные сектора так вообще на если вот канонический пример с семейным сектором когда семья могла сходить на футбол за 40 тысяч рублей теперь она должна сходить на футбол за 100 тысяч рублей и естественно резкое повышение цен в нашей стране не может не вызывать негатив к сожалению доходы у населения совсем не растут скорее падают и любое повышение цен даже на 10-15 процентов будет вызывать вопросы когда повышение цен на 35 процентов 40 который вот как мы видим по семейному сектору на 100 с лишним процентов это будет вызывать огромнейшие вопросы и за весь июнь не было создано нашим маркетинговым отделом пиар отделом там пресс службы не знаю кто за это отвечает ничего что это этот самый негатив бы сгладил я уверен что есть ну довольно возможно я об этом во всем говорил видео и приводил примеры того как там циск это делает да просто ну простейшие вещи они обставляют как праздник для фанатов да то есть выкупили влашича ну казалось бы что в этом такого да они просрали бикао но выкупили влашича но они это подали таким образом что все болельщики цска плачут от счастья и тянут свои деньги гиннеру у нас почему-то считается что не нужно никакой информации болельщику давать не нужно все это представлять в виде какого-то праздника что болельщик все должен сам схавать а раз мы живем в москве и у нас в конкурентах циска и спартак то мы должны просто сами понимать почему мы должны отдавать деньги непонятно за что на 35 процентов больше чем в прошлом сезоне это конечно не работает и прогнозировать этот негатив было можно сейчас сейчас слава богу есть определенные подвижки в этом плане те же самые интервью Мещерякова про которую я уже сказал и в медиа как-то все наладилось более-менее благожелательный тон появился и на сайте достаточно много материалов когда появилось непосредственно в межсезонье достаточно неплохо сработали если поначалу казалось что нету трансляции матчей нам приходилось их искать где-то на иностранных лаолах только последний матч уже и показали и Кирилл прокомментировал и вообще все было достаточно хорошо но к сожалению к сожалению как и в прошлом году мы полностью проиграли конкурентам июнь и июль те месяца в которые можно было бороться за клиента когда идет чемпионат мира и все больны футболом и можно завоевывать любовь мы просто ушли из информационного поля так и в этом году я думаю что июнь мы проиграли нашим конкурентам которые в этот момент усиливались которые в этот момент выкатили качественную абонементную программу которые давали какие-то вот инфоповоды за которые можно было условно говоря начинать болеть за клуб мы у нас были войны у нас были проблемы и все это выразилось в конфликт который наверное еще отчасти спровоцировал Марат Фатахов своим интервью чемпионату который вышел в двух частях сначала было типа тизера этого интервью в котором судя по всему его никто вообще не вычитывал и далее именно в том виде в котором удобно тому же самому чемпионату где присутствует слово Глори Хантера и где присутствует много довольно резких слов потом уже вышло более чистое интервью Фатахова в котором тоже огромное количество несостыковок количество каких-то ну очень странных умозаключений и откровенно ну даже не откровенно вранья но тем не менее эти несостыковки они прям вот чуть ли не в одном абзаце друг другу противоречат и это конечно читать было неприятно и тоже абсолютно понятно почему болельщики агрятся на такое к себе отношение попытка кикнадзе эту ситуацию загладить и уже ответить на обращение болельщиков которое тоже в достаточно ну таком лояльном ключе да то есть это не как обращение к Ольге Юрьевне ну просто ну поговорите с нами вот можно так это обращение обозвать ответ кикнадзе тоже никакой ситуации не прояснил и наверное ждем теперь 9 июля встреча с болельщиками там я думаю будет огненно к сожалению да на фоне победы в суперкубке хочется чтобы команда и болельщики больше праздновали больше там какими-нибудь поздравлениями обменивались одни говорят какие вы хорошие футболисты другие говорят какие вы хорошие болельщики но боюсь что 9 июля будет немножко другого формата встречи и вопросов действительно много и по интервью и по продлению не продлению Дмитрия Тарасова на мой взгляд это ну очень странный поступок от локомотива который вроде как вроде как пропагандирует идею что мы своих не бросаем а Тарасов получивший травму в последнем матче за локомотив помог нам откровенно помог в концовке сезона завоевать путевку в Лигу чемпионов выиграть кубок и с ним почему-то контракт не продлевается даже на условные полгода хотя насколько я знаю с некоторыми футболистами был продлен контракт именно вот на такой короткий срок но Диме всяческий респект на самом деле в последние годы очень сильно перевернул наверное после разрыва своего своих отношений с Ольгой Бузовой очень сильно перевернул мое личное к нему отношение и все слова которые я слышал о Диме это исключительно комплиментарные исключительно положительные как об игроке как о человеке ну и плюс то что мы видим на поле да были конечно и глупые вещи и как он красную карточку получал в матче с Зенитом но вот например последние полгода Дима просто прекрасно провел когда надо было сидел на скамейке когда надо было выходил подстраховывал помогал команде и был едва ли не ну не самым стабильным игроком именно в центре поля когда у нас повалились травмы Баринов не мог играть Крыховиков в центр обороны забирали в общем очень жалко что Димы сейчас с нами нету что он смотрел очень грустно на трибуне с костылями этот матч но ну я надеюсь то что каким то образом эта ситуация все таки разрешится и опять же уверен что на встрече с болельщиками будет будет задан вопрос почему этого не произошло и будет в какой то мере некое требование возможно да ну потому что действительно этот игрок довольно много значит для локомотива 9 лет не проходит бесследно у нас только один игрок провел в команде больше это Гильерми и с ним как известно тоже есть вопросы дальше собственно суперкубок и матчи который проводил локомотив на сборах и сами сборы и команда которая туда ехала после того как достаточно большое количество игроков от освободилось от контрактов с локомотивом это и в казанке большое количество народу ушло это и в основе большое количество ушло да прощались очень красиво прощались там с Игорем Денисовым с Тарасовым с Виталием Денисовым с Аланом Касаевым ну а также с Аршаком Коряном и Игорем Портнягином на самом деле оказалось то что футболистов в локомотиве не так уж и много особенно если вычесть игроков различных сборных и легионеров которые подъезжали на сбор чуть-чуть попозже чем остальные и состав локомотива на сбор который нам изначально не представили который нужно было вычислять по фотографиям это девять игроков казанки плюс игроки вроде там Брайана Идову ну в общем человек 15 наверное было да в начале когда локомотив только приехал на сборы потом добавились непосредственно сборники легионеры последний приехал крыховик стало уже что-то более-менее похоже на нормальный состав на нормальный локомотив и тем не менее все-таки очевидно что локомотиву какое-никакое усиление нужно и там например центр поля у нас сейчас это просто Дима Баринов и Джегош Краховик все больше никого нету если один по каким-то причинам выпадает то нужно уже придумывать какие-то неординарные вещи либо выдвигать Мурилу куда-то вперед либо задвигать не знаю Антона Мирничука куда-то назад такое тоже было ну в общем что-то надо будет сильно придумывать либо да выпускать Куликова Макеева и других ребят которые молодые которые могут сыграть теоретически на позиции опорника два матча мы играли двумя составами фактически и довольно неплохо сыграли их одержали победы и очень сильно молодежь себя проявляла в этих матчах особенно Дорофеев который неожиданно достаточно для меня он часто ездит на сборы с основой но до этого никогда особо себя не проявлял и для многих например он стал ну таким откровением и новым именем хотя он и в казанке играет и вообще достаточно реально часто привлекается на сборы но вот он вышел сделал по-моему одну голевую передачу забил два мяча достаточно хороших болельщики не знали этого парня потому что на прошлых сборах он вообще себя никак не проявлял ну сейчас наверное такие сборы не должны пройти бесследно и на скамейку запасных на суперкубок он попал атакующий полузащитник чуть хуже умеет обороняться чуть лучше вскрывать врываться в штрафную площадь и бить поворотом посмотрим что из него выйдет так у меня не особо много есть на него надежд но любой парень прошедший школу локомотива я думаю что при изрядной доле труда и везения может вполне себе заиграть на высоком уровне в любом случае буду всячески желать успеха всем и Дорофееву в частности также я думаю что достаточно многим понравился Станислав Макеев это парень который очень хорошо себя проявил в юношеской лиге UEFA юношеской лиге чемпионов по прошлым сезонам я честно говоря никогда особо не выделял Макеева ну то есть он был такой нормальный жесткий парень в опорной зоне в центре обороны чаще конечно в опорке но особо звезд с неба не хватало да на фоне какого-нибудь Джоры Махатадзе на фоне там Миронова на фоне того же Куликова как-то Макеев особо не замечался но в юношеской лиге UEFA да и в Казанке да тоже всегда был были люди которые чуть более ярко себя проявляют но вот в юношеской лиге UEFA на правах самого старшего наверное от 99-й год рождения не так много было ребят именно 99-го Макеев стал выдавать один за другим свои лучшие матчи и на позиции опорного полузащитника и по-моему в центре обороны тоже приходилось ему играть сейчас его именно как центрального защитника рассматривают но в моей голове Макеев это прям такой вот очень хороший опорник очень цепкий умеющий подключаться вперед и забивать довольно важные мячи он забивал в уже плей-оффе против Загреба сравнивал счет и переводил игру в серию после матча в пенальти и я думаю что действительно в тех матчах в которых он выходил на пару с Чорлукой с я не помню с кем он еще играл в паре но в целом это выглядело прям очень надежно очень здорово и даже гол забил в первом матче мне кажется что он действительно сейчас наиболее близкий игрок к основе из всех игроков молодежки да но если не считать Рому Тугарева который в атаке и в уже основ в обоим основа считается как игрок основного состава то вот именно из новых таких лиц я действительно думаю что Макеева мы теоретически должны увидеть чуть более часто и вполне возможно что это новый там Баринов и новый любимчик публики будет последний матч проводили с Жилины уже составом который был очень сильно похож на основной и по-моему сейчас проверю но по-моему что-то очень похожее мы все-таки действительно увидели и на суперкубок против Зенита сейчас проверю были ли хоть какие-то отличия но честно говоря мне кажется что не было Гильер Межвоглядов Черлука Мурила Баринов Криховик Миранчук Рыбус Миранчук Смолов Ровно тот же самый состав без каких-либо изменений вышел играть против Жилины этот матч закончился 0-0 не смогли мы вскрыть и были там опасные моменты в том числе была атака которая очень похожа на первый гол с Зенитом Смолов тогда он с Жилины попал в штангу а здесь чуть-чуть подправил прицел чуть-чуть левее ударил мяч залетел точно куда надо собственно товарищеский матч разбирать не очень интересно не было стримов после них именно по этой причине достаточно большая была ротация состава и единственное что можно было понять это вот то какой состав локомотив будет считать основным и хотя молодежка как мы знаем из социальных сетей два раза эту основу обыграла все равно понятно что Палыч будет опираться именно на Миранчуков на Смолова на Чурлуку единственный сюрприз наверное это Мурило в стартовом составе трех подряд матчей после того как перешел в локомотив казалось что все таки Палыч наверное будет как-то лютовать по этому поводу но нет Мурило показал хорошие результаты на физических тестах судя по всему убедил Палыча что он готов играть я пока не совсем убежден в этом в силе именно непосредственно Серкейра Мурило и в том что он например на голову сильнее чем Стас Макеев но об этом мы еще поговорим когда будем говорить про суперкубок у нас есть еще одна тема которая достаточно серьезно взорвала локомотивские будни в межсезонье это уход Хвича Кварацхелии тема которая наверное очень сильно всех задолбала но не сказать о ней тоже невозможно Хвича пришедший к нам прошлым межсезоньем по протекции Палыча еще раньше он просил именно этого парня но пришел он к нам именно этой зимой влюбил многих в себя своим дриблингом нестандартным ударом с двух ног и в целом ну такое вот яркое явление парень 2001 года рождения который сразу сходу заиграл в основном составе без каких-то там прослоек никакой казанки никакого молодежного состава 2001 год рождения у нас до сих пор там Миронов еле-еле подтягивается к основе его даже на последние два товарника не выпускали хотя у него углевая передача в первом товарищеском матче ну вот вот у нас 2000 год еще даже не близок к основному составу а 2001 хвичик расхелия не просто играет а даже забил рубину в который затем и очень внезапно перешел очень долго длились переговоры и наверное наверное можно было как-то их ускорить но я подозреваю что вот это вот дружеское отношение и протекция по которой попал хвичик расхелия в нашей команде сыграла очень злую шутку в команде почти наверняка все были уверены то что никаких проблем не будет и договорились и наверняка с обратной стороны шли ответы что да 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 все хорошо никаких проблем не будет но появился на горизонте рубин который готов отдавать большие деньги как молодым футболистам так и их агентам мы прекрасно это знаем у нас уходил так Рифаджи Малединов у нас уходил так почти уходили так Мерунчуки и Махатадзе тоже в том же направлении в свое время смотался в общем история абсолютно не нова к сожалению молодые футболисты абсолютно не подконтрольны сами себе я почти уверен что Хвичи с удовольствием бы остался в локомотиве и все у него здесь было хорошо и его здесь любили и Соломон Керквелия был под боком но молодые футболисты себе не принадлежат и если в каком-то месте агенту дают большие деньги то я уж не знаю каким образом они их гипнотизируют и заставляют и говорят о том что в рубине ему будет лучше но это происходит раз за разом и еще один момент ну в принципе тема Хвичи заезжена миллионы раз и не хочется очень сильно подробно на ней останавливаться единственное что вот тема наверное которую по-моему никто еще не поднимал да то есть всегда все говорили о том что в локомотиве есть лига чемпионов локомотив бьется за там самые высокие места в рубине рубин может быть вообще в фунел вылетит просто банальная логика говорит нам о том что даже если Хвичи будет выходить на поле за рубин это будет команда которая защищается примерно 90 минут Хвича это яркий атакующий футболист да его палочном поставил на сборе крайним защитником и по этому поводу еще были какие-то рофлы сравнение с Кахой Каладзе но для того чтобы ярко раскрыть талант Хвичи для того чтобы уйти ему потом в Европу ему нужно играть в команде которая будет атаковать соперника при все наверное уважение к Роману Шаронову воспитаннику локомотива на секундочку мне кажется то что рубин в новом сезоне будет командой аутсайдером командой которая будет стоять 11 человек сзади пытаться как-то контратаковать и ну я не вижу при каких вообще вариантах рубин хотя бы теоретически сможет раскрыть сильные стороны Кварацхелии просто банально сейчас будут пытаться научить его играть в отбор в стояние в своей штрафной окажется что Кварацхелия не умеет этого делать и в итоге зачахнет парень зачем это нужно было делать со стороны агента честно говоря не понимаю не могу этого принять но щит хэппенс таких футболистов у нас локомотиве ну было много да в наверка сразу многим вспоминаются фамилии там Ники Пилиева и других ребят которых точно так же поманили в свое время которые вроде сверкнули но уходили непонятно куда непонятно зачем за лучшей жизнью и пропадали посмотрим может быть это конечно будет история а-ля Саша Кокорин конечно без вот этой вот удручающей концовки истории Саши Кокорина но по крайней мере человек который уходил из локомотива хоть чего-то добился именно погнавшись вроде как за деньгами но там получил необходимое время необходимое внимание но я честно говоря не понимаю как история Хвичи Квратсхели в принципе может закончиться хорошо для самого Хвичи как для агента она закончится хорошо я понимаю и вижу но вот Хвичу в этой ситуации даже немного жалко ну и осталось обсудить непосредственно суперкубок вчерашний матч вышли с составом который я уже произнес Гильерме воротах правый фланг остался за Димой Живоглядовым левый фланг за Мацием Рыбусем два центральных защитника Мурилу Чурлука над ними два опорника Баринов Крыховик дальше ну большую часть времени наверное можно сказать что мы играли 4-4-2 и справа у нас играл Арифаджи Малединов слева Антон Миранчук и два форварда Федор Смолов и Алексей Миранчук потом во втором тайме когда мы уже проигрывали произошли небольшие перестановки вышел Эдер и Алексея Миранчука оттянули более на правый фланг чуть больше разреженности стало в наших в наших построениях в атаке Смолов с Эдером располагались ну кто как придется Смолова можно было видеть и в центре поля даже Эдер открывался под скидки под выносы Гильерми очень хорошо цеплялся за мячи но вот чистым форвардом тоже его было сложно назвать ну постоянно кто-то врывался в штрафную площадь хотя именно вот нападающего наверное нам сильно не хватало были прострелы с флангов которые ну никак не находили ни Смолова ни Эдера никого потому что они скорее как продолжали как игроки подыгрыша играть Матч мне сильно понравился и Локомотив с первых минут показал что он лучше физически готов чем Зенит и писал об этом в перерыве да хоть мы и пропустили в раздевалку но движение Локомотива оно было просто ну вот невооруженным взглядом видно я не знаю не вижу никаких цифр на Хускорде нету суперкубка инстатовских цифр я тоже не видел в обзорах каких-либо хотя старался вроде все найти посмотреть что было но я почти уверен что Локомотив гораздо больше перемещался по полю гораздо больше передач отдавал гораздо больше рывков совершал просто банально был быстрее и активнее ему удавалось накрывать центр поля Зенита Аздоева Снобоа и от этого создавать опасность хотя и в итоге очень сильно тупили перед штрафной площадью можно было гораздо более просто создавать эту самую опасность мы что-то пытались намудрить какие-то стеночки какие-то открывания внутрь штрафной и это ну комбинация которую комбинация которая привела голову смолова она же ну абсолютно простейшая да я думаю мы посмотрим с вами как обычно еще фрагменты матча но комбинация она ну абсолютно простейшая идет передача там от Рефата Жемлединова в штрафную площадь в зону смолов смещается во фланг и тут же бьет мы в принципе видели что-то подобное когда Миранчук и Фарфан забивали Енисею в концовке матча абсолютно простая комбинация но как оказалось очень действенная и вот второй гол да это уже что-то более серьезное там и стеночки были и вывод с левого фланга на правый фланг и обводка Алексеем Жирковым удар в дальний угол это тоже ну достаточно это уже красивый мяч это уже красивые действия непосредственно команды хотя вот концовка тоже была достаточно простой и логичной в принципе мог и Крыховик зарядить но отдал на фланг там уже Миранчук разобрался ну а последний гол это вообще просто взял Миранчук банально отыгрался прошел пол поля и аккуратненько даже не сильно катнул мяч в правый угол Лунёв оказался бессилен пропустили мы два гола пропущенные голы обсуждать наверное интереснее в обоих случаях шла передача с фланга Рыбуся в обоих случаях борьбу проигрывает Мурила наш новичок в обоих случаях Азмун каким-то чудом получает этот мяч и забивает к Азмуну знаете мое отношение я не очень ну то есть это безусловно классный форвард но не какой-то феномен и на мой взгляд конечно не строится игра Зенита именно на Азмуне и мы видим в том числе да что несмотря на то что Азмун забивает эти свои голы если нету Бариуса нету какой-то вот цельности игры в центре поля ничего этот самый Зенит не может нам противопоставить и даже даже если бы мы каким-то чудом да там может потащил бы Лунёв ударом Миранчука и что-то такое дальше серия пенальти и лотерея в любом случае я бы все равно сказал то что Локомотив на ангелу переграл Зенит и две штанги одна перекладина одна штанга и огромное количество именно подходов к чужим воротам создавалось в результате чего эта игра мне сильно понравилась Локомотив готов к сезону видно по движению по мысли посмотрим конечно как теперь уже будет принципиальная игра именно против Рубина в первом туре 15 июля насколько я помню но кажется что Локомотив к сезону довольно неплохо подготовился давайте теперь быстренько посмотрим фрагменты матча и перейдем уже к вашим вопросам